здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки подготовка к единому государственному экзамену задача 2 по теме электромагнитная индукция но не только к единому государственному экзамену готовимся готовимся какой-нибудь самостоятельно или контрольной работе а самое главное мы готовимся к пониманию как решается задач по этой теме вот еще одна задачка когда у нас проводник вот по которому будет течь ток если он начнет двигаться в магнитном поле вот он закреплен таким образом что если мы его отпустим да он начнет под действием силы тяжести двигаться вниз при этом сразу мы обращаем внимание что магнитный поток будет увеличиваться так что нам известно нам известно что магнитное поле направлено от нас то есть плоскость чертежа на потолке если мы сидим и смотрим на этот чертеж вот листочек бумаги перед нами то тогда у нас северный полюс на потолке южный полюс на полу и магнитные силовые линии и тут вот таким вот образом масса этого проводника есть длина проводника есть вот здесь вот есть у нас сопротивление сопротивление тоже известно но и теперь вопрос ну естественно первый вопрос а чему будет равняться ds индукции и ds индукции до когда имеется у нас мгновенная скорость то есть он же насчет у нас двигаться проводник если мы его отпустим вот и в какой-то момент времени у него скорость есть значит и чему будет равняться и ds индукции в этот сам момент времени а вот значит следует заметить что скорость у нас не постоянно то есть ds индукция у нас тоже будет не постоянным поначалу да до того момента когда этот проводник начнет двигаться с постоянной скоростью то есть его скорость не будет именяться а сейчас просто спрашивают какой-то момент времени да есть мгновенная скорость есть вот чему равняется ds индукции но тут голову ломать не надо по данным да мы знаем что это были любви вот так вот были вот так б льви все взяли и рассчитали то есть тут рассчитывать не надо просто записать форму для подсчета электро ds индукции магнитного поля вот а теперь давайте с вами ответим на вопрос а вопрос еще вот какой кстати говоря забыл сказать что вот здесь у нас сопротивление r и у этого самого проводника он тоже обладает сопротивлением эту пусть будет тоже r вот почему бы нет следующий вопрос у нас вот какой а чему будет равняться сила тока до в то время когда вот скорость у нас вот такая вот а чему будет равняться сила тока в данной ситуации вот ну обозначим эту силу тока буквой ай как обычно и для того чтобы силу тока найти мы должны и ds поделить на общее сопротивление которое обозначил арты а общее сопротивление здесь будет просто-напросто 2r вот и все р р они не соединены последовательно это все цели но не сын и параллельно извиняюсь они сын и последовательно это внешнее сопротивление сопротивление самого проводника но это как будто бы вот здесь вот да вот у нас какая цель цепь получилось вот здесь у нас имеется ds еще внутреннее сопротивление здесь арт да как мы записываем законному и ds деленное на арт плюс арт а здесь вот как бы внутреннее сопротивление это сопротивление этого проводника р большой да ну значит р плюс р и получаем 2р вот таким вот образом мы нашли чему равняется сила тока ну и тут красивенько можно написать blv деленное на 2r вот так вот ток нашли отлично но еще давайте вот на какой-нибудь вопрос ответим а вопрос будет такой а чему будет равняться максимальная скорость вот этого проводника она интересная штука ну давайте с вами скажем вот машинку возьмем она покоится теперь дрын 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 и начинаем ускоряться то же самое здесь будет происходить по действиям сил тяжести да вот этот самый проводничок должен ну как бы свободно падать а он свободно не будет падать почему потому что сразу же как он начнет двигаться вниз по этому самому проводнику начнет течь ток кстати говоря давайте с вами посмотрим как этот ток будет течь если вы смотрели внимательно первую задачу этом объяснял давайте еще раз объясним почему бы и нет значит самый простой вариант на мой взгляд это правило левой руки то есть я беру левую руку таким образом чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь четыре пальца покажут нам куда будет двигаться этот самый проводник об и двигаться он вниз оттопыренный большой палец будет показывать нам где находится плюс значит плюс у нас будет здесь здесь у нас будет минус и ток будет у нас течет плюса к минусу по внешнему участку цепи и значит здесь самом проводнике ток будет двигаться вот таким вот образом туда как бы от минуса к плюсу это первый способ второй способ тоже никакого труда не представляет если моему хорошо знаем а вот это правило буравчика вот значит когда у нас проводник движется вниз а магнитный поток у нас растет раз магнитный поток растет а магнитное поле у нас x в а вот значит магнитное поле индуцированная то есть тот который магнитное поле который будет создавать ток в этом контуре должно быть направлено на нас на нас на нас на нас на нас ананас вот значит что так мы вкручиваем а так мы выкручиваем до вытаскиваем пробку из бутылки вот так вот раз и значит крутим так вот так крутим против часовой стрелки так течет ток по второму способу ну вот так вот ток у нас течет значит образовывается магнитное поле индуцированная а значит на этот самый проводник по которому течет ток тоже будет действовать сила этот мудрить не надо это сила называется силой ампера и она естественно будет противоположно силе тяжести ее направлении сила ампера будет вверх и подсчитывается by а и вы спросите почему вверх а вот почему опять таки правило левой руки только мы его используем чуть-чуть по-другому лови магнитные силовы не ничего не изменилось четыре пальца будут показывать направление тока в этом проводнике оттопыренный большой пальц будет показывать направление сила ампера вот так вот ну и что произойдет когда мы достигнем максимальной скорости максимальной скорости мы достигнем тогда когда эти силы сила ампера будет равняться силе тяжести и вот тогда достигнув максимальной скорости это самый проводник начнет двигаться равномерно вот все вот если мы говорим машина да там разгоняется за 10 секунд до скорости там 100 километров в час разогналась а дальше что может дальше увеличивать скорость а может начать двигаться со скоростью 100 километров в час допустим да и эта скорость будет постоянно максимальной в этом случае все силы которые будут действовать на машину они будут равны нулю то есть если мы и всех сложим ноль получим то же самое здесь вот при этом самом варианте мы достигаем максимальной скорости то есть by а и равняется м же ну и что тогда у нас получается у нас получается что by вместо силы тока я напишу то что мы с вами находили находили да то есть это by или вы только в это у нас превращается в максимальную деленное на 2 r и все это равняется м же ну и тогда что у нас получается у нас получается я тут забыл или поставить и вот это у нас сила тока это пель ну и тогда у нас получается что максимальная скорость будет равняться раз это будет 2 r м же и деленное на что на биф квадрате вот b на b и на l в квадрате максимальную скорость который будет обладать вот этот самый проводник мы с вами вместе тоже нашли вот так вот но основные вопросы которые могут здесь существовать я так как горится светил светил боже царя крайне так вот объяснил я думаю что достаточно вот все вот если вы два фильма которых я сказать рассказывал об электромагнитной индукции посмотрите несколько раз то у меня не вызывает никаких сомнений что вы станете крутыми специалистами в деле решения этих самых задач в электромагнитной индукции все почему потому что учите физику на канале который называется физика это просто канал на котором действительно физику достаточно просто по не мать поэтому если вы еще не записан на мой канал пожалуйста запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и лайк не забудьте поставить всего-всего вам доброго до свидания до новых встреч до новых встреч